Трудно найти дошкаленка, который бы не хотел стать школьником. При этом представления о школе у пяти шестилетних малышей самые радужные. Я думаю, что я буду учеником умным. Я так предполагаю. Меня ждут в школе друзья. Меня в школе ждет, чтобы у меня были только пятерки. Но если даже двойка, то я не буду обижаться. Я жду делать подделки из дерева. Ну и все там, учиться читать, писать. Я жду от школы новой жизни, чтобы все в будущем было у меня хорошо. Но, как водится, мечты и реальность не всегда совпадают. Случается, что став школьником, ребенок к огорчению взрослых теряет желание учиться. По мнению психологов, повышение или понижение интереса к учебе у каждого ребенка происходит индивидуально. И все же можно выделить этапы школьной жизни, в которые это происходит чаще всего. Обычно это второй, третий класс, у ребенка может ослабевать интерес. Шестой класс, шестой, седьмой класс. В восьмом классе, в конце восьмого класса интересное растает, потому что девятый класс уже выпускной, дети уже мотивируют себя к обучению. Ну и, соответственно, 10-11 класс, там высокий уровень мотивации, потому что дети готовятся к поступлению. Отчего у ребенка может пропасть желание идти в школу? Причины могут быть самыми разными. Может быть в классе есть какой-то ученик, который всех обижает, и никто не хочет с ним дружить, и поэтому не хотят идти в школу. Получил плохую оценку, и тебе стыдно идти в школу. Конечно, ребенок не всегда может вот так просто объяснить родителям свои школьные проблемы. Но понять, что что-то идет не так, внимательные взрослые могут и сами. Что в поведении школьника должно насторожить родителей? Ну это прежде всего нежелание идти в школу. Придумывание разных причин для того, чтобы в школу не ходить. Болезни, ну и тому подобное. Причем у детей младшего школьного возраста придуманная болезнь легко может превратиться в настоящую. От волнения, связанного с негативными эмоциями, у ребенка начинает и в самом деле болеть живот или голова. Отмахиваться от этих симптомов, списывая их на простой каприз, нельзя солидарно опытные мамы и учителя. А вот что можно и нужно делать родителям, чтобы не усугубить ситуацию. Ну прежде всего вникать в проблемы ребенка, выяснять все, включая отношения с учителем, отношения с одноклассниками. Ну и естественно интересоваться, что получается у ребенка, что не получается. Это в тетрадях сразу видно. Проще всего найти причину не тех оценок в излишней строгости учителя. А заодно и посетовать вслух при ребенке на некомпетентность педагога. Однако самый легкий путь не всегда самый правильный. Ну во-первых, нужно сотрудничать с учителем, ни в коем случае не подрывать престиж школы и учителя. Потому что если родители будут негативно отзываться о школе, об учителе, то мальчик или девочка никогда не будут тоже уважать учительницу. Потому что оценка родителей очень значима для ребенка. Побольше хорошего говорить о школе, об учителях, об одноклассниках. Потому что ребенок иногда зациклен на плохом. Он не видит хорошего. Ему надо это показывать. И еще. Взрослые из собственного опыта знают, какую плохую службу может сослужить желание решить проблему немедленно. Сиюминутные решения редко бывают правильными. Случается, что ребенок, который вечером жаловался на то, что в школе все плохо и все плохие, утром уже не помнит ни своих эмоций, ни их причин. Поэтому немедленно после жалоб ребенка бежать в школу и разбираться с учителем не стоит. Лучше еще раз побеседовать с ребенком, спокойно проанализировать ситуацию и только потом идти в школу. И искать там не врагов, а союзников в решении возникшей проблемы. Сотрудничать нужно обязательно. Потому что и учителю тогда легче будет эту ситуацию разрулить, и ребенку легче будет адаптироваться в коллективе. То есть ему будет комфортнее. Если он будет поддерживать, с двух сторон поддержка, вот они родители, вот они учителя, и когда все вместе в одном направлении смотрят. К сожалению, на пути этого движения встречаются препятствия. Среди множества причин, которые могут вызвать ослабление интереса в школе, психологи выделяют самые общие. Во-первых, ребенок может себя плохо чувствовать, недомогать. И на фоне этой болезни у ребенка снижается уровень мотивации к обучению, потому что ребенку тяжело. Причины могут быть в классе, могут быть причины общения. То есть у ребенка может не быть друзей в классе, могут быть какие-то ситуации с учителем. В этом обязательно надо разбираться и смотреть, что же не так. Может быть, ребенку непонятен материал, он где-то его пропустил. То есть родитель должен быть на чеку, и держать на контроле какие-то не имеют. Иногда испортить настроение школьнику могут самые незначительные, на взгляд, взрослых происшествия. Но иногда тетрадку можно забыть. Разве что, когда получаю плохую оценку или забываю форму спортивную. Гораздо серьезнее, когда ребенок теряет не тетрадку или форму, а мотивацию или желание учиться. Мотивация – это желание и интерес. Родителям необходимо прежде всего помочь ребенку развить именно познавательный интерес. Вместе гулять, например, вместе ходить на выставки познавательно, вместе смотреть. Или ему тоже энциклопедию вместе почитать. Тогда уже необходимо обязательно ребенка вознаграждать за его даже маленькие успехи. Лучше, если это будет что-то нематериальное. Например, совместные походы куда-то. То есть родители, грубо говоря, убьют двух зайцев. И воспитательную функцию выполнить. И ребенок приятное сделает. Соответственно, и уровень мотивации у ребенка, и желание что-либо делать повышается. Часто желание или нежелание ребенка идти в школу зависит от того, насколько он успевает отдохнуть от учебной нагрузки. Родителям нужно соблюдать, во-первых, режим дня ребенка. Ребенок обязательно должен вставать и уложиться соответствующий примерно в одно время. Уроки необходимо делать, ну, желательно. Благоприятное время, то есть с четырех часов до шести вечера, когда ребенок еще не так устал и есть свободное время. Помогать необходимо ребенку в выполнении домашних заданий. Ну, помогать не то, что делать за ребенка, а направлять его. Ну, и родителям хочется пожелать, чтобы они говорили со своими детьми, слышали, понимали и направляли и поддерживали именно в начинаниях. Потому что школьная жизнь – это колоссальный труд, колоссальное усилие. А еще школьную жизнь вполне можно сравнить с марафонской дистанцией, за время прохождения которой можно успеть пережить все – и уверенность в своих силах, и полное их отсутствие. Главное, чтобы на всем пути марафонца его поддерживали опытные тренеры, знающие когда и чем подкрепить его силы. У школьников такая команда тоже должна быть. Если вдруг родители не знают, как ему поступить в той или иной ситуации, не все, к сожалению, имеют педагогическое образование. Целесообразно будет подойти к учителю. Есть школьные психологи, социальные педагоги, которые обязательно выслушают и помогут разобраться в сложившейся ситуации. Неразрешимые ситуации в школе, как и в жизни, к счастью, возникают не так уж часто, уверены учителя и психологи. Этот оптимизм разделяют и дети, которые иногда лучше нас, взрослых, знают, как решить ту или иную школьную проблему. С подругой я могу помириться, а оценку исправить. Субтитры создавал DimaTorzok